Я вижу кровотечение, мы в желтой зоне. Оказание доврачебной медицинской помощи – остановка кровотечения в экстремальных и пылевых условиях. Теперь тактическая медицина доступна не только военнослужащим, но и всем желающим. Первая медпомощь призвана спасти жизнь человека в экстремальной ситуации и предотвратить тяжелые осложнения. Российский университет спецназа, находящийся на территории Чеченской Республики, пригласил наш телеканал присутствовать на курсах по тактической медицине. Участники курса смогли на собственном примере узнать, как правильно перенести пострадавшего. В этом случае помогут бескаркасные носилки и ременные системы с карабинами. Еще существуют каркасные носилки и щиты, которые применяются при травмах позвоночника. На плечо. Голокоть вперед. Готов? Готов. Такие навыки пригодятся любому человеку. Это какие-то производственные, возможно, травмы или аварии, где можно всегда подоспеть вовремя и знать, что нужно сделать, чтобы остановить кровотечение, либо восстановить дыхание человеку, в том числе спасти ему жизнь. Курс тактической медицины проходил пять дней и включал в себя теорию и практику в полевых условиях. Действия максимально были приближены к реальным. Обучение проходило в дневное и ночное время. В итоге каждый курсант получил сертификат «Боец-спасатель», что дает возможность применить свои навыки в чрезвычайной ситуации. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры подогнал «Симон»!